Сорока Сорока – одна из самых популярных птиц. Ей посвящено огромное количество стихотворений, сказок и различных детских потешек. Строки «Сорока-сорока кашку варила, деток кормила» знакомы наверняка каждому ребенку. Но что же на самом деле это за птица? Сегодня мы поговорим как раз об этом. Сороки – это удивительные птицы. Они, так же, как и вороны, одни из самых умных. Соотношение массы тела и мозга у них такое же, как у шимпанзе и горин. Но в отличие от ворон, сороки очень боятся людей, так как в деревнях этих птиц не любят и при возможности разоряют их гнезда и отстреливают взрослых особей. Поэтому сороку очень сложно сфотографировать или снять на видео. Стоит достать фотоаппарат, и птица мгновенно улетает. Чтобы снять кадры, которые вы видите, орнитологу Антону Барановскому пришлось очень постараться и неоднократно прибегать к различным хитростям. За гнездовой жизнью сорок вести наблюдение еще сложнее по двум причинам. Во-первых, их гнезды имеют шарообразную форму с крышей и небольшим отверстием сбоку для входа. Соответственно, заглянуть в такую конструкцию проблематично. И, во-вторых, сороку с ее интеллектом и чрезмерной осторожностью очень сложно обхитрить, установив камеру под крышей такого домика. Из-за своей осторожности каждая пара строит несколько гнезд, но занимает только одно. Гнезда они строят из веток и укрепляют глиной. Антону Барановскому удалось снять момент, когда сорока ранней весной собирала кусочки глины для своего жилища. Антон много лет подряд безуспешно пытался снять гнездовую жизнь этих птиц, прибегая к различным хитростям. Но все усилия были тщетны. Однако ученый не терял надежды и терпеливо ждал, когда попадутся птицы с особым поведением, которые позволят произвести съемку внутри гнезда. И такая пара сорок ему повстречалась весной 2017 года. Гнездо эта пара расположила в двух метрах от полевой дороги с оживленным движением, в кусте шиповника, очень низко над землей, на высоте всего лишь полтора метра, что случается очень редко. При появлении человека птицы не устраивали типичный для сорок переполох со сбором ближних соседей. Они просто отлетали подальше и безмолвно наблюдали за осмотром гнезда. Камеру, втиснутую в толщу крыши, они не боялись. После установки камеры, самка буквально сразу прилетела к гнезду. Благодаря этому, Антону удалось снять уникальные кадры, которые мы с вами сейчас имеем возможность видеть. Единственное, что беспокоило птиц, это тряпка, которой Антон прикрыл камеру. Они постоянно ее снимали и куда-то уносили. Антон для эксперимента возвращал тряпку назад, но она вскоре снова исчезала. Птенцы появляются на свет абсолютно голенькими. Они разновозрастные. На этих кадрах птенцам уже 10-12 дней. У них только начали появляться пеньки перьев. Кормят детей оба родителя. Приносят родители корм в специальных расширениях пищевода, расположенных под клювом. Для поддержания чистоты в гнезде они забирают у птенцов экскременты. Сороки всеядные. В их рационе мелкие грызуны, насекомые, ягоды, отбросы. У этой птички вполне заслуженная репутация воришек. Как только предоставляется возможность, они готовы стащить яйца или птенцу из гнезда других птиц. Коллега Антона Барановского, зооинженер Василий Вишневский, проделал эксперимент, подложив пустую гнездо дрозда, перепеленные яйца и установив рядом с гнездом фотоловушку. Целью эксперимента было выяснить, кто разоряет гнезда. Оказалось, сороки. Однако, кроме вреда, эти птицы приносят и пользу. Например, сороки собирают клещей из шкур крупных животных, усаживаясь к ним на спину. Они могут также вытягивать уже впившихся паразитов. Стрекот сорок очень специфичный, и спутать его с другими пернатами просто невозможно. Темп этого стрекота служит своего рода сигналом для остальных птиц. Чаще всего быстрые и отрывистые звуки предупреждают об опасности. При таких быстрых звуках птицы разлетаются. Если же темп более медленный, то сороки настораживаются и останавливаются. Голос сороки может сказать много не только остальным птицам, но и животным лесом. Например, эти птицы оповещают о приближении охотника. В возрасте приблизительно три недели, еще не умея летать, птенцы сороки начинают вылезать из гнезда. Однако родители продолжают их кормить. Поскольку яйца у сорок откладываются не одновременно, насиживание начинается с первого яйца, то птенцы растут тоже не одновременно. Первые птенцы давно уже покинули гнездо и перемещаются по соседним кустам сами, а младшие пока сидят в гнезде. Субтитры делал DimaTorzok Птенцы сорок покидают гнезда уже почти полностью оперенными, но летать они еще пока не умеют и несколько дней живут в густых кустарниках, пока наконец перья на крыльях у них не дорастут до такого состояния, чтобы птенец мог уверенно держаться в воздухе. От взрослой сороки в это время они отличаются мелким размером и очень коротким хвостом. Мост дорастает до длительных характеров для взрослой сороки в течение следующего месяца после вылета санчеток из гнезда. Когда молодым сорокам исполняется приблизительно месяц, они начинают летать. Часто сорок можно видеть небольшой стайкой из пяти-шести птиц, перелетающих с дерева на дерево с громким стрекотанием. Чаще всего это взрослая пара со своими птенцами-слетками. Ко всему вышесказанному осталось добавить еще несколько интересных фактов, подтверждающих интеллект этих птиц. Сорока очень любит блестящие предметы. Она украшает этими безделушками свою гнездо, чтобы доставить себе радость. При содержании в неволе сорока, так же, как скворец или ворона, может научиться говорить, то есть имитировать человеческую речь. Еще в Древнем Риме существовал обычай вешать у двери летку с говорящей сорокой, приветствовавшей всех гостей. Эту птицу можно также научить считать. Сорока узнает свое отражение в зеркале, в отличие от других птиц. Ученые провели эксперимент. Поставили сороке на груди пятно. Увидев его в зеркале, птица начала очистить свои перья в месте загрязнения. Соответственно, она осознавала, что в зеркале ее отражение, а пятно именно на ее груди. Кроме того, сорока может узнавать конкретного человека, не по запаху или голосу, а по лицу. Обычно такой способностью обладают только домашние прирученные животные. Излишки пищи эти птицы прячут в разные укромные места, например, в щели домов или под опавшие листья. Причем потом без проблем находят эти тайники. Это далеко не полный перечень того, что умеют сороки. Но даже и его достаточно, чтобы понять, насколько умны эти птицы. Ну вот и все, что мы хотели рассказать сегодня. Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного о птицах, населяющих Россию. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова